Вот уже третий день площадь возле Центра Досуга Мир принимает гостей. Уже третий день эта площадь является центром празднования Дня города Истры. И сегодня, 12 июня, здесь проходит завершающий этап праздника, а именно фестиваль духовых оркестров в Кубах в Москве 2017. Фестиваль объединил музыкантов со всей России. В наш родной город приехали оркестры из Москвы и Подмосковья, Белгородской и Калужской областей, а также из республик Тыва и Беларусь. 33 оркестра, более тысячи музыкантов, любителей, профессионалов. И все это под истринским небом. Фестиваль Кубок в Москве проводился с 91-го года в городе Истра раз в два года. Но в этом году впервые Министерство культуры Московской области подключилось к проведению фестиваля. И фестиваль выводится совершенно на другой уровень. Впервые здесь сегодня в Истре соберется большой сводный оркестр, более тысячи музыкантов, которые в галлой части фестиваля исполнят программу Валерия Михайловича Халилова. В первой половине дня звучала без преувеличения вся Истра. Фестиваль разделили на три категории. Выступлений профессиональных, любительских и детских духовых оркестров. Опытные музыканты играли на сцене возле центра досуга. Любители исполнили свою программу в детской школе искусств. А юных исполнителей можно было услышать в городском парке. К слову, регламент строгим не был. Никита Кобылов по возрастной категории должен был участвовать в детском оркестре. Но сыграл программу вместе с любителями на профессиональном уровне. Все-таки за плечами 8 лет музыкальной школы. Закончил 8 класс музыкальной школы. И собираюсь пойти в 9 на подготовительные занятия, чтобы поступить в военно-музыкальное училище. Скажи, для тебя, как уже для музыканта, каково выступать в таких фестивалях? Ну, мне очень нравится оркестр. И поэтому я получаю удовольствие, когда играю с оркестром. На любых концертах. Кубок Московии приурочен не только ко Дню России. Но и к празднованию Дня города. Оркестр Белгородской государственной филармонии выступал на этой сцене еще два дня назад. На главном городском празднике. Но задержались в Истре еще на пару дней. 13-й международный фестиваль духовых оркестров. Кубок Московии. Звучит просто гордо. И для нас за честь, даже не за честь, а за честь. Приехать сюда, показать свое мастерство. Познакомиться, подружиться, опять же, пообщаться. То есть все прекрасно. Мы здесь уже третий день. Чувствуем себя как дома. Все прекрасно. Там все и по жилью, и по провизиту. Все хорошо. Все замечательно. Вообще, Истр для меня, в моем понимании, город молодости, город дружбы, город счастья. И вот почему-то все хорошие. Кубок Московии не просто фестиваль. Это в первую очередь конкурс. В первом ряду сидели члены жюри. Компетентные в мире духовых оркестров музыканты. Во главе главный военный дирижер Национальной гвардии Российской Федерации Владимир Восяк. Как признается он сам, это первый подобный опыт. Ожидания оправдались. Впечатление, очень много эмоций. Это вообще замечательно, что проводятся такие фестивали. И они объединяют людей и повышают, естественно, уровень наших оркестров. Потому что без такого рода мероприятий люди просто не развиваются. То есть им есть куда стремиться, к чему и расти в профессиональном плане. Победителем гран-при Кубка Московии 2017 стал духовой оркестр правительства Республики Тыва. Этот коллектив поразил своим выступлением всех без исключения. Очень понравился коллектив из Тувы Республики и наши военные оркестры. Очень оригинально тувинский оркестр, конечно, выглядел. И энергетикой своей, и костюмом, и аранжировкой даже музыки, которую они играли. Тува, конечно, мне понравилось. Что они приехали к нам. Нас забросили Польша, Прибалтика и все остальные. Зато Тува. Хотя она и наша, но далеко. Просто великолепная организация. Изумительное количество прекрасных оркестров. Особенно потрясло, так сказать, то, что сегодня выступали шотландцы. Это для нас достаточно необычно и очень интересно. Потом тувинцы, которые получили гран-при. Это просто было потрясающе. Это было настолько мило. И потом организация сама и коллективы настолько профессиональные, что получаешь громадное-громадное удовольствие. Ожидания сбылись. Просто мы очень долго ехали и готовились. Соответственно, конечно, Центр России, Подмосковье и Московский оркестр – это очень серьезный оркестр. Даже детский оркестр очень на высоком уровне. Поэтому спасибо жюри, спасибо Истре, что пригласили, что мы попали на фестиваль. Такой легендарный фестиваль. Поэтому мы очень рады. Отличная музыка, хорошая погода и прекрасное настроение. Идеальное завершение дня города. Истра уже проводила участников Кубка Московии и с нетерпением ждет их возвращения в 2019 году. Максим Рыков, Сергей Кричевский, Максим Барышев, Михаил Моралов, Истра.РФ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова